друзья всем привет настала уже такая холодная пора года осень и посыпались идентичные одни и те же вопросы на которые мне надоело отвечать поэтому проще записать одно видео более-менее разрисовать стандартную ситуацию для всех у кого это происходит мы касаемся сейчас только гаражей в принципе это почему пошли кратера то есть летом весной ранней осенью пока еще было тепло все было нормально а сейчас вот вдруг пошли кратера обезжириваю все хорошо в этом точно уверен лакокрасочный материал тот же что и летом работал пошли кратера это именно гаражах такая проблема происходит в осень и зимой но зимой на более-менее уже стабилизируется хотя тоже все здесь температур я сейчас кратко буду рисовать схему воздушной системы потому что все это происходит внутри воздушной системы нарисую что обычно происходит нарисую что можно добавить чтобы этого не происходило и самое главное собственно почему это происходит у всех зиму это летом у нас температура была внутри помещения приблизительно 25 градусов зимой она стала внутри помещения возьмем так грубо по всем это 12 градусов это хорошо если у вас на полу 12 градусов когда вы красите вы согласитесь что на полу там где лежит шланг 12 градусов редко бывает компрессор как я замучил в общем компрессор когда берет воздух неважно кстати многие такие вопросы звучат а будет ли разница если я поменяю забор воздуха к примеру не из помещения у меня будет брать а с улицы чтобы он брал холодный воздух сильно на ситуацию скажу так не повлияет потому что компрессор когда забирает себе воздух пока он его накачивает в ресивер он его здесь нагревает потому что сила трения все остальные дела то есть он сам себя воздухом фактически охлаждает поступающим то есть компресс компрессор взял себя он может в себя воздух взять 0 градусов сюда сюда именно он зайдет в обычным самым дешевым компрессоре он зайдет уже где-то градусов так наверное 40 я не говорю точно потому что это все зависит от многих факторов 40 он зашел сюда он выходит по узким трубкам и идет по шлангу который лежит на полу где бы в идеале 12 градусов если мы прохладное заносим в теплые она у нас конденсирует и пока доходит по шлангу а шланг это такой капилляр длиннючий в котором это все разгоняется в каплю и идет этой капли у нас пистолет видно видно вроде идет этой капли в пистолет в пистолете это все мелко расшибается с лакокрасочным материалом и ложится нам на элемент сразу получаются кратерочки может не сразу на втором слое 6 на первом слое за мелкой толщины кратеров еще не будет а на втором слое мы закрываем и получаются кратера здесь холодный воздух став теплым собирает не только конденсат конденсат на стенках но еще и масло пары масла которые у нас идут в компрессоре образуются они все образуются потому что компрессора у всех поршневые как правило винтовом компрессоре это меньше уже образуется и пары масла с водой идут по шлангу и дают нам конденсат и жировые капли кратера сто процентов что для этого нужно сделать кроме того что в компрессоре есть снизу пиптик такой о котором многие не знают и если поколыхать компрессор вот так вот в нем многих чуть ли не треть воды стоит поэтому отработали сутки рабочую смену открутите в этот винтик и слейте всю воду которая там есть это вам уже наполовину уменьшит возможность попадания воды суда далее после компрессора должна стоять система очистки воздуха это такие стаканы они могут быть без манометра могут быть с манометрами это сильно не важно но с манометрами а это как правило стоит уже в камере непосредственно там где мы красим оттуда откуда начинается шланг если вы красите в том же помещении где у вас стоит компрессор ставьте их компрессор если есть манометры вы имею регулируете просто давление но это не столь важно поставили систему чистки воздуха хотя бы двухстаканную у вас отсюда в шланг уже не попадет ничего если эта система очистки воздуха хорошая если же я понимаю что бюджет все остальные дела особенно на старте это тяжело очень сделать купите у меня такая штука была от советских станков еще станки которые там с маслом делали с воздухом воздушные у них были очень хорошие системы очистки воздуха от масла именно влагу она тоже в себе присаживал такие большие стаканы они будут дешевле чем профессиональные лакокрасочные те которые для малярки продаются вот такой стоят стакан у меня стоял сразу изначально на выходе я сейчас нарисую свою схему то есть у меня компрессор стоял советский стакан после него стоял простой 1 1 коловый стаканчик из дешевых не волоски ну более-менее из дешевых вот там цена может там 20 30 долларов вру даже меньше 20 долларов сейчас просто перевел и понял что меньше то есть первый стакан второй стакан далее у меня шланг поднимался наверх это у меня так было изначально система сделала поднимался наверх и сверху у меня уже была разводка воздушная в камере это было давненько и у меня проблем с лагой не было никогда почему я вам рисую такую систему здесь вот здесь у меня стоял элементарный тройник тройник и в нем был клапан сброса воздуха от давления такой же как тут такой же как тут допустим то есть когда давление в системе есть клапан закрыт как только давление падает вся вода которая здесь могла подниматься она все равно стекает в этот тройничок отсюда потом стравливалась сама по себе я даже не проверял по моему там ничего никогда не было через эти два стакана мало что может пройти потом я переделал систему убрал воздушную разводку вверх оставил эти же два стакана и на входе в камеру поставил двойную систему из двух стаканов с двумя манометрами и отсюда у меня уже по полу пошел шланг разводки воздуха система валкомовская было ничего не изменилось то есть я добавил лишь четыре стакана получалось добавил систему очистки воздуха еще одну дополнительную и все было круто когда у меня был потолочная подача у меня на конце пистолета я редукторами тогда не пользовался стоял фильтр очистки воздуха сейчас покажу выглядит для ручки пистолетом так выглядит фильтр на ручку пистолета всего можно как самому пистолету прикрутить так и к шлангу чтобы быстро сел чтобы он всегда оставался на шланге здесь есть ниппель для сброса влаги и у него обязательно есть направление вот это вниз клапан этот там вниз чтобы можно было сбрасывать влагу если вы поставить у вас сейчас есть проблемы с воздухом начните с простого поставьте вот такой вот сразу перед пистолетом такую штуку и такую штуку нам на компрессоре ставить нельзя на очень сильно зарезает давление проход воздуха то есть только на ручку пистолета и хотя бы один простой дешевый стакан к самому компрессор вы увидите насколько меньше у вас будет этих проблем в принципе она может сразу не уйти и здесь вы просто можете наблюдать сколько у вас будет собираться влаги с маслом за покраску парочки элементов я вам реально говорю набирается иногда если в гараже в простом красить холодно довольно таки много далее следующий момент не сильно влияющий конечно на образование влаги но очень сильно влияет на то когда вы поставите вот эти все влагоделительные системы это диаметр шланга он не должен быть внутренним диаметром меньше чем 8 миллиметров иначе если у вас внутренний диаметр шланга там 5 6 миллиметров просто так когда у вас нет ни одной системы очистки он вроде как работает воздуха вам хватает вы поставили один и второй отделитель влаги и у вас просто не хватает объема воздуха для покраски у вас упало давление и потом будут вопросы возникать блин почему поставил все было до этого круто сейчас не круто покупайте 10 миллиметровый шланг покрасочный у него внутренний диаметр будет 8 некоторых 9 миллиметров и этого будет достаточно чтобы работать нормально с любой системой очистки воздуха то есть основная причина почему возникает конденсат именно в зиму это разность температур то есть вы не можете в гараже поддерживать идеально постоянную температуру чтобы воздух который у нас заходит проходит и выходит не конденсировал поэтому прибегаю к покупке специального инструмента она в принципе недорогое вот это вот оборудование но очень сильно облегчит вам жизнь надеюсь ответил на самые простые такие вопросы если конечно что-то осталось вы мне пишите в комментарии но не надо мне просить начертить каждому схему разводки воздуха потому что сами понимаете это очень много времени занимает всем всем все народу нарисовать не получится и рекомендую тем у кого есть возможность сделайте из металлопластиковых или труб распаяйте себе потолочную систему подачи воздуха обязательно с тройником чтобы был слив вниз вы сами увидите насколько это вам дополнительно еще даст уберет точнее влагу из ваших шлангов и чем короче вот этот шланг именно воздушный резиновый тем лучше у вас проход воздуха и тем меньше будет образовываться конденсат в этом куске который лежит на полу потому что пол это самая холодная часть и в самой холодной части теплый воздух образует конденсат ищите проблемы примерно где-то там вот где-то там не надо компрессор совать на улицу с улицы в подвал на потолок его запихивать не в компрессоре беда желаю всем удачи всем пока